всем привет продолжаем гулять по петербургу дом суворина издательство суворина торговый техникум чехова 6 архитекторы харламов вот постройки 1888 1890 стиль эклектика дом суворина издательство суворина торговый техникум школа конторско-торгового ученичества 1925 году торгово-товроведный техникум ленинградского союза потребкооперации ленинградский техникум советской торговли петербургский торгово-экономический техникум руководстве к отысканию жилищ в петербурге самуэла адрера 1824 году владельцем участка номер 271 ныне дом 6 владельцем участка числится биргау петман главный начальник горных или литейных заводов кованько он владеет участком долгие годы а после его смерти участком владеет вдова и сын я пользуюсь сайтом сети в начале 19 века на месте дома номер 6 стал одноэтажный деревянный на каменном фундаменте дом с мезонином пятиоконный дом типичный для литейной стороны дворовый фасад с девятью окнами в саду можно было видеть беседку затея она называлась думал построен в 1920-х годах при участии архитекта грунтова для кованько в доме кроме хозяев которые занимали двухкомнатную квартиру в подвальном этаже проживал тайный советник константин карлыч ранен кампф занимавший 17 комнат прихожей кухни чердаком а также поглядом конюшней каретным сараем и прачечной во флигеле во дворе была еще небольшая квартира а в 1883 году пелагея михайловна продала дом потомственному почетному гражданину александру тимофеевичу дыль его который владел им чуть более двух лет 1884 году в доме учился большой пожар а в 1885 дом покупает губернский секретарь издатель алексей сергеевич суворин 13 февраля 1889 года в доме произошел еще один большой пожар видимо после этого пожара суворин принял решение строить новый дом сообразие зданий продает мотивы готики стрельчатые арки щипцовые завершения остроконечной башни облицовка выполнена из разноцветной керамические плитки применение этого материала более долговечного выразительного чем традиционная штукатурка а тема также для так называемого кирпичного стиля и создателем было удающийся петербургский зодчий шреттер и китлер то революции в здании находился одно из крупнейших издательств в россии а также редакции нескольких газет журналов исторический вестник адресно-справочной книги весь петербург но владельцы издательства суворини начали либеральном журналисты затем отъявленном черносотинцы ленин отозвался так бедняк либерал и даже демократ в начале своего жизненного пути миллионер самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии присмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих в конце этого пути тысяча двадцать пятом зданием отдать на школе конторско-торгового ученичества вот так назывался контора который готовил продавцов и счетных работников для торговли не ленинграда тысяча тридцатом здесь открылся торгово-товроведный техникум ленинградского союза потребкооперации с тысяча тридцать пятого ленинградский техникум советской торговой последний двойный выпуск состоялся в июне сорок первого года а в июле директор техникума молчанов и мужчины преподаватели вступили хировскую дивизию народного ополчения во время войны здание техникум был развернут военный гост после снятия блокады 1044 году занятие возобновили 1995 был переименован санкт-петербургский торгово-экономический техникум в доме жил гражданский инженер николя и литератор и издатель суворин но вот так вот вкратце конечно же о доме по адресу чехова 6 петербург я пользовался сайтом сети волос пока пока до свидания